Встречалась с парнем полтора года, мне 24, ему 26. Я живу в общежитии, ой, как страшно. Он с родителями, хотя стоит двухкомнатная свободная квартира. Жениться не хочет, близости нет уже год, послушав лекции, стала умней, а ему уже и не надо. В отношениях было всякое, в том числе и предательство с его стороны. Я все простила, работала над собой. Милый, мне очень грустно было, я тебе звонила, целый вечер дома я была. Милый, я даже дверь открыла, когда тебя ждала. Я все простила, даже дверь открыла. Каждый день молилась и рано вставала. И отношения начали налаживаться. Я почувствовал впервые его любовь и заботу. Я не могу принять его нежелание жениться. Постоянно его пилю за то, что он до сих пор живет с родителями. Мне страшно, что я просто теряю время, что мне делать. Терпеливо ждать, когда он созреет или ставить ультиматум. Можно и нужно ли его оставить? У меня была такая ситуация в Омске. В физическом храме ко мне подошел один молодой человек и сказал, я хочу быть монахом, но мы встречались немножко с девушкой, и она требует, чтобы я вышел за нее, чтобы женился на ней. И ситуация неразрешима, не знаю, что делать. Потому что я точно знаю, что я хочу отреченную жизнь. Потому что я не зрелый, не готов к семейной жизни. Мне нужно несколько лет жить в храме, чтобы мозги у меня встали на место, чтобы я стал нормальным человеком. Такой разумный человек очень. Девушка потом подходит ко мне. Говорит, Олег Геннадьевич, что мне делать? Я хочу замуж за этого человека, а он хочет жить в храме. Да, но я люблю его чистой, светлой любовью. Ну, я говорю, правда, прям чистой, светлой любовью? Она говорит, да. У меня очень светлые чувства к нему. Я говорю, хорошо, по его судьбе, ему еще пять лет надо жить в храме, по его судьбе. А по вашей судьбе надо выйти замуж уже в течение года. Но если у вас чистые, светлые чувства к нему, тогда вам надо просто его подождать. Он через пять лет женится на вас. И она такие, у нее глаза округлились такие. Она говорит, а если я не подожду его, то очень долго ждать пять лет, Олег Геннадьевич? А если я выйду рано за кого-нибудь другого замуж? Я говорю, ну так проблем-то никаких нет, он же не против. Хочешь жить в храме? И сказал, что если ты хочешь выйти за кого-то другого, пожалуйста. Он не против. Хорошо, Олег Геннадьевич, я подумаю. Чистое, светлое чувство закончилось сразу. Как только она узнала, что через пять лет. Так что, дорогие мои женщины, девушки, если у вас возникло кому-то чистое, светлое чувство, знайте, что оно совсем не чистое и светлое. Это просто самообман. Это абсолютно эгоистическое чувство. Желание выйти за кого-то замуж имеет абсолютно эгоистическую природу, хотя женщине и кажется, что это почти святое желание. Почти святое. Так вот, знайте, что если он не может... А причина только одна. Есть мужчины, которые просто не могут жениться, они еще не готовы, они не созрели. Есть на это две причины. Есть две причины мужской незрелости. Две причины мужской незрелости. И ни одна из них не та, что вы подумали. Потому что, что касается возможности заниматься сексом, то она возникает у мужчины уже в 14 лет. И это не является... Как вы понимаете, у молодого человека сильно вырастает все, кроме мозгов. Поэтому незрелость, как вы понимаете, незрелость у мужчины выражается в другом? Сейчас объясню две причины. Первая причина. Ему очень трудно работать, такому мужчине, трудно работать просто. И он перебивается в жизни. Как может ему трудно начать работать просто, понимаете? Трудиться. Или он не может начать работать, потому что он учится, что одно и то же. Ему трудно сейчас начать работать, потому что есть причины на то. Или его причина, слабость внутренняя, он ещё не созрел, или он учится, что, в общем-то, одно и то же. И вторая причина заключается в том, что он не может терпеть женские эмоции. Вот если видите с собой молодого человека, которому трудно с вами общаться, когда вы чуть-чуть покапризничали, его колбасить начинает, значит, он ещё не мужчина, он ещё мальчик. Поэтому с ним не надо встречаться, дайте ему возможность созреть. Когда он созреть, неизвестно, может, ему надо 3-4-5 лет на это, а вам замуж надо прямо сейчас. Поэтому вы говорите, Олег Геннадьевич, ждать? Тогда сразу возникает закономерный вопрос, а сколько вы готовы ждать? Я готова ждать год, допустим. Хорошо, ставьте у предиматум на год. Мы встречаемся с тобой год, и если через год ты не предложишь мне замуж, значит, мы с тобой расходимся. Всё. В ответ очень простой. А если не хочешь так жить, тогда сразу расходись. Вообще-то лучше не встречаться с молодыми людьми, которые не хотят жениться. И это очень легко проверить. Очень легко проверить. Знаете как? Когда молодой человек начал ухаживать, начинает ухаживать. Когда молодой человек не хочет жениться, зачем он ухаживает? Девушки, трудно догадаться, да? Зачем он ухаживает, если он не хочет жениться? Надо просто это ему не дать. Не дать это ему, и всё. Что веды говорят, и правильно делать всегда. Потому что мужчину очень легко раскусить. Если ему это не дать, то, что он хочет, то у него два варианта. Или сказать, извините, и пойти в другое место, кобелиться. Простите меня за выражение. Или решить всё-таки жениться. Можно так мужчину, раз и созрел неожиданно. Раз. Сам не ожидал такой. Созрел. Просто держать на расстоянии. Сколько? Пока не произойдёт. Вот это вот. Держать на расстоянии. Два варианта. Или он скажет, извините, и пойдёт. Или скажет, женюсь, женюсь. Какие могут быть сомнения? Да? А это значит, что он выиграл. В начале, как в начале и потом. Значит, всё-таки произошло событие-то? Ну да, значит, он выиграл, победил. А вы проиграли. А он вас обманул. Победил, значит. Не надо быть побеждённой. Молодец. А в следующий раз не надо это. Потому что смотрите, что происходит. Девушка ложится с парнем в постель. У него чувство остывает в этот момент. А у неё возникает жуткая привязанность к рему. И она вообще становится зависимой психически от него. Как зомби. Так зачем это надо вообще? Зачем вы позволяете так издеваться над своей судьбой? Сначала роспись, потом постель. Сначала стулья, потом деньги, да? А можно наоборот? Можно наоборот, но сначала стулья, потом деньги. Мне с вами очень весело. Спасибо вам. У вас хорошие вопросы. Приятно очень. Весело. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...